Привет всем! Меня зовут Александр Зеленский. Рад вас приветствовать на своем канале и это мое новое видео. Сегодня поговорим о самых востребованных профессиях в США, о тех профессиях, на которые постоянно идет набор сотрудников, набор персонала и, возможно, не всегда перспективные в этом их минус, но они позволяют очень быстро на них устроиться, не имея особого опыта и знания языка и, в принципе, обустроиться, обосноваться в Америке. В принципе, это то, к чему многие стремятся, к чему, возможно, вы стремитесь и я думаю, что этот список, перечень этих профессий будет для вас неким маяком в пути эмиграции в Америку, потому что нужно понимать, что творится в стране, как развивается рынок труда, кто требуется, кто не требуется, какие зарплаты получают и какие, в принципе, перспективы у данной профессии или у той или иной вакансии, потому что не всегда они перспективные и об этом стоит помнить. Да какая же самая распространенная профессия в США, спросите вы, на что я вам отвечу? Наибольшее количество рабочих мест сконцентрировано в США в пищевой сфере, то есть это рестораны, кафе и заведения подобного плана, то есть общий ПИД, грубо говоря, их очень много и есть постоянный набор, очень много сотрудников необходимо именно в эту сферу. Зарплаты там, как правило, не очень высокие, но для старта это именно то, что нужно в Америке. Кассиры, дворники, официанты, кладовщики – это список самых распространенных профессий в Америке. Они получают, как правило, небольшую зарплату, около 25 тысяч долларов в год. Для сравнения скажу вам, что строитель или тот человек, который работает на каком-то заводе, может получать 40-50 тысяч долларов в год. Но, опять же, есть плюсы, вытекающие из минусов. Тот человек, который работает на стройке, его компания строительная не будет его кормить. А, как правило, те, которые работают в общепите, в ресторанах, в кафе, в заведениях, им предоставляется еда бесплатно, то есть они не тратятся на еду. Им нужно только снять жилье и все. И, как правило, во многих заведениях, общественное питание, рестораны, кафе и так далее, есть такое внегласное понятие, что туда можно устроиться без документов. Иногда это действительно так. И, как правило, в заведениях, которыми владеют русскоязычные, можно устроиться без документов. Опять же, в этом есть и плюс, и минус. Плюс в том, что, да, можно устроиться, можно на своем языке с ними договориться, то есть без всяких проблем, получать кэш, наличку, получать хорошие чаевые и так далее. Но минус в том, что русскоязычные, как правило, платят меньшую зарплату и иногда они кидают похуже, чем американцы. То есть могут взять вас, поработаете месяц, а потом вас уволят, и у вас будет очень большая проблема в поиске работы, потому что ее нужно будет искать очень-очень срочно. Самые распространенные профессии в Соединенных Штатах Америки не требуют какого-то специального образования. Как правило, достаточно диплома средней школы, вам не нужен диплом даже о высшем образовании. Ну, по сути, работать официантом, дворником или кладовщиком, там даже и особого опыта работы не нужно. Поэтому эти профессии являются одними из самых простых и самых легких в том плане, что вы можете поехать и сразу начать на них работу. То есть во второй день, в третий вы нашли себе работу, и вы можете сразу выходить уже работать официантом, или кладовщиком, или кассиром, и, по сути, никаких проблем. В отличие от компаний, которые расположены в постсоветском пространстве, в США вам предложат несколько вариантов развития карьеры. Вы можете работать продавцом розничным или же кассиром и с временем стать менеджером торговой сети. Есть такие случаи, и это, кстати, в Америке не исключение. Но сейчас, друзья, я поподробнее остановлюсь на каждой из самых востребованных профессий в США. Расскажу про количество рабочих мест, которые доступны в Америке на эти вакансии. Также расскажу о среднезаработной плате. И также расскажу об актуальности. Насколько они будут актуальны в ближайшие 7-10 лет. И вообще, стоит ли видеть какие-то перспективы, работая на этих должностях. Это не мое личное мнение. Эти данные были опубликованы в авторитетном американском издании, журнале Wall Street 24 на 7. Поэтому немножко цифр и немножко фактов специально для вас. Дворники и работники в сфере клининга. Количество рабочих мест 2,1 миллиона. Это достаточно много. И такие сотрудники нужны в Америке. Что по зарплате, спросите вы. Среднегодовой доход равняется 25 тысяч долларов. Это не так уж и много. Точнее, это очень мало. По американским меркам. В ближайшие 7 лет потребность в дворниках и клиринговых работниках возрастет. Совсем немного. На процентов 8-10. Не нужно образование для того, чтобы работать дворником. И, в принципе, отталкивает только маленькая зарплата и маленькая перспективность этой работы. Но для начала, если у вас нет других вариантов, если у вас нет опыта в других сферах, для начала она подойдет. Средняя годовая заработная плата дворника, я уже сказал, 25 тысяч. Это значительно, конечно же, меньше средней зарплаты по США, которая составляет 46 500. То есть, средняя заработная плата в Америке на данный момент составляет 46 тысяч долларов. В принципе, да, она является средней. Едем дальше. Секретари и административные работники. Это уже получше. Количество рабочих мест 2,2 миллиона. Достаточно много. Планируется увеличение рабочих мест, увеличение количества рабочих мест до 2022 года около 10%. Поэтому вакансии в этой сфере все же будут. Средний годовой доход 34 тысячи долларов. Это больше, чем у дворника. Но что нам Уолл-Стрит скажет о перспективе? Да, этот сектор достаточно распространен, говорят они. Актуальность будет расти, естественно. Потому что компании открываются, офисные сотрудники и администраторы, секретари нужны. Однако, эта профессия невысокооплачиваемая. Поэтому она, я считаю, не может быть перспективной в этом плане. Секретари получают меньше на 12 тысяч долларов, чем средняя зарплата по Америке. Поэтому мне кажется, что это для начала хороший вариант, но ненадолго. Кладовщики. 2,3 миллиона рабочих мест актуально. Планируется увеличение рабочих мест до 2022 года. Годовой доход 26 с половиной тысяч долларов. Кладовщики работают в основном в супермаркетах, на каких-то фабриках. В их обязанности входит инвентаризация, упаковка, выдача, прием товара. Тут большее значение имеют физические способности человека, чем образование. Поэтому вы должны понимать, что придется работать физически. Зарплата в среднем составляет 13 баксов в час и 27 тысяч долларов в год. Вот такие цифры. Далее работники колл-центров. Количество рабочих мест 2,4 миллиона. Очень много. Также планируется увеличение на 12-15% в 2022 году. Средний годовой доход 33 тысячи долларов. В основном большие компании нанимают колл-центры или какие-то части колл-центров для работы со своими клиентами. Профессия считается востребованной, но недостаточно высокооплачиваемой. Все-таки она заплатна на 27% меньше, чем средняя по США. Дальше идут официанты. В сфере общественного питания, рестораны, кафе и прочие заведения 2,4 миллиона рабочих мест. Актуально, открыто. Средний годовой доход 20 тысяч долларов. Это один из самых низких показателей в Америке. Я не буду это скрывать. Но, во-первых, официанты могут получать чаевые. Также рестораны обеспечивают своих сотрудников бесплатным питанием. И, в-третьих, третий плюс – это гибкий график, который очень подходит студентам и людям, которым нужна работа не на полный день. Поэтому, я думаю, что на первое время это один из самых идеальных вариантов, несмотря на то, что зарплата низкая. Это покрывает чаевые, бесплатное питание, которое предоставляет вам ресторан. И, в принципе, гибкий график. Все, что нужно. Вы можете в свободное время искать себе другую подработку или какие-то коннекшены выстраивать. Это очень важно. Это даже важнее, чем ваша зарплата. Потому что это поможет вам в будущем продвигаться, двигаться дальше в Америке. Потребность немножко увеличится. Но, в принципе, как они пишут, 2,4 миллиона – это почти 2,5 миллиона рабочих мест актуальных. Это очень-очень много. Дальше идут медсестры. Количество 2,7 миллиона. 2,7 миллиона. Еще больше. И спрос на них вырастет в 2022 году на 13%. Средний доход – 68 тысяч долларов. Это даже больше, чем официанты. Но здесь, скорее всего, нужно образование. Работа в себе включает уход за больными. И, как правило, они прогнозируют, что количество медсестер будет расти. И, естественно, количество открытых вакансий на эту позицию также будет расти. Потому что в Америке медицина хорошо развивается. Нужно будет пройти в США, если вы хотите работать медсестрой, небольшую программу обучения на младшего специалиста или бакалавра. Это занимает какое-то время. Но, в принципе, получают медсестры неплохую зарплату. Она будет расти. Она может дойти до 69 тысяч долларов, даже до 70 тысяч долларов в год. И она является выше средней. То есть, по сути, младший медперсонал, который в СНГ получает очень-очень мало, а в Америке получает зарплату выше средней. На которую, в принципе, можно очень-очень хорошо жить. Далее идут офисные работники. Количество 3,8 миллиона необходимо будет. И увеличение рабочих мест будет совсем незначительное. В принципе, их и так много. Сейчас всего на 4,3% к 2022 году. Средний годовой доход около 30 тысяч долларов. Это, как правило, обычные офисные клерки, офисные сотрудники, которые проверяют, принимают почту, редактируют документы, работают с копировальной офисной техникой и получают, как я уже сказал, 30 тысяч долларов в год. Как правило, есть там карьерный рост, но только 10% людей могут карьерно расти в этой сфере, потому что, в принципе, все очень ограничено. И получать 46 тысяч долларов в будущем, в год. Эта специальность не требует высшего образования, это плюс. Но какое может быть развитие, лично я его не вижу в этой сфере. Дальше идут работники фастфудов. Опять же, все, что связано с ресторанами и с кафе, это очень и очень актуально. Поэтому их нужно 3 миллиона. 3 миллиона работников фастфудов нужно в Америке. Количество их будет расти на 10% к 2022 году. Средний доход около 18 тысяч долларов в год. Он небольшой, но вам не нужно образование никакое. Ничего там сложного нет. Вас будут кормить. И очень гибкий график, как я уже говорил. Аплата туда низкая, но, как правило, могут быть чаевые. Поэтому на временную работу для начала это очень неплохой вариант. Едем дальше. Кассиры. Кассиров нужно еще больше, чем работников фастфуд. 3,3 миллиона. Потому что очень много супермаркетов, очень много магазинов, которые снабжают людей продуктами, какой-то другой техникой и так далее. Поэтому кассиры нужны. Годовой доход 20 тысяч долларов. Он небольшой. Ну, это в среднем, опять же, может быть плюс-минус. Потребность немножко вырастет, но не особо. Всего на 2% к 2022 году. В принципе, это говорит о бесперспективности работы кассиром. Популярность интернет-магазина. Сейчас все это сбивает с ног. Ну и плюс многие, как сказать, многие магазины, маркеты, потому что даже в Украине переходят на пробитие товаров без кассира. То есть человек подходит к кассе, пробивает сам, оплачивает с карты и все. Стоит охранник, который все это проверяет. То есть, по сути, не нужна масса кассира. Человек может все сделать сам. И это огромная экономия денег, потому что не нужно платить зарплату кассиру и времени. И очень удобно. Ну, мне по крайней мере удобно, потому что, по сути, нет очереди. Ты подошел к своей кассе, рассчитался и ушел быстро. Не надо никого ждать. Это очень круто. Далее. Розничные продавцы. Это сейлз. Годовой доход 25 тысяч долларов. Их нужно будет 4,5 миллиона. Это наличие открытых рабочих мест. Немножко будет расти количество рабочих мест под 22-й год. Где-то на 7% вырастет потребность у них. Хочу акцентировать ваше внимание, что продавец розничной торговли – это одна из самых распространенных в США вакансий. В 2015 году было зарегистрировано около 4,5 миллионов рабочих, которые работали по этой специальности. Представляете, насколько она востребована. Это продавцы продуктов питания, а также, может быть, автомобили, одежды, ювелирные продукции, путевок, туристических каких-то туров. То есть, все, что может человек купить. Часовая зарплата – 12,5 долларов в час. Не так уж и много. И опять же, в принципе, несмотря на темпы развития и роста интернет-магазинов, профессия продавца остается актуальной. Потому что продавец не просто как кассир рассчитывает человека, он ему что-то объясняет, он ему продает, он стимулирует продажи, он делает апсейлс, если вы знаете, что это такое. Вот, в принципе, и все. Мы поговорили о самых распространенных профессиях, самых востребованных профессиях в США в данный момент, на которые вы можете, в принципе, без проблем устроиться и работать какое-то первое время, чтобы подыскать себе что-то лучшее, если у вас нет профильного образования или же опыта по этому профильному образованию. Также, если вы не особо хорошо знаете английский язык, у вас будет время его подучить, особенно работа официантом, потому что вы будете иметь гибкие графики, сможете ходить в языковую школу и совмещать работу с учебой. Это вообще отличный вариант первого времени пребывания в Америке, когда вы учите язык, когда вы работаете, общаетесь с людьми, и в это время у вас есть время найти себе что-то другое. И, блин, это просто круто. Хорошо, желаю вам быстрого, легкого поиска работы в Америке, если вы ее там ищите. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу или комментарии, пишите их снизу под этим видео в комментариях, потому что там есть для этого место, его там предостаточно. Спасибо, что ставите лайки, я вам за это благодарен, увидимся в новых видео. Всем, друзья, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok